Продолжение следует... Ее роли, они, наверное, целое поколение, как бы, были воспитаны. Там, Эдит Пиаф, уникальная была работа, уникальная. И вот, где мне довелось с ней партнерство, пять углов, тоже. Это... Ниночка, она обладала таким... Она была очень... Очень определённа в своём творчестве. Вот что-то она любила, что-то она не принимала, и это всегда было очень определённо. Надо сказать, что, несмотря на то, что она не так много играла, как я уже сказал, но все работы вошли в её историю Отечественного театра и кино. Если говорить о кино, ну вот одна её это роль, первая в кино, по-моему, первая, «Чистое небо», ну просто в аналог вошла. Конечно, нам будет очень не хватать ни на дробуш, ни на дробуш, ни на какого камертона. Она была влюблённым камертоном. Если есть такая высота дарования, высота чувств, высота пафоса, то, значит, нам неудобно, уже неловко, другим грешным сыграть как-то рядом с ней, не совсем достойно, ниже. Она была такой камертон актёрского творчества. Царствие небесное, спаси Господь. Какие-то искренние слова этой замечательной не только актрисе, но и человеку. Невочки, дробушка. Мне посчастливилось играть с ней в спектакль, который был спектаклем, наверное, её жизни. Это спектакль, поставленный Борисом Щедриным, «Эдит Пиаф». Родка была небольшая, но мы с ней так проникли в неё, пытались привести каких-то не театральных, а каких-то запредельно жизненных, человеческих эмоций, что получали, конечно, большое удовольствие. Она, я вот рад, что с ней столкнулся в этой пьесе, где она, правильно сказал Стивлоп, играла на уровне, наверное, так, греческие актрисы, играющие трагедийные роли, тратились так, как тратилась она. Она тратилась так, как итальянская актриса Анна Маньяни. Я помню в этом отрывке, когда я её брал на руки, она была лёгкая, как пушинка, изящная, в этом платье сшитом Вячеславом Зайцевым. Она была, была вся мокрая, потому что она теряла килограмма два, три за весь спектакль. Она себя не жалела. Там было удивительное самочувствие и соотношение вот этой роли с фактурой самой Нилочки. Потому что там весь спектакль был пронизан музыкой и песнями, Эдит Пиаф, которые действительно не могли не волновать. Эдит Пиаф, которые действительно не могли не волновать, эти песни органные, мощные, идущие изнутра. И когда Эдит Пиаф окончался, и её песни Нина начинала говорить, и тембр голоса был на резкость похож на голос Эдит Пиаф. Было ощущение, как будто сама пела, вышла на сцену, вы видите, вот такое было. Ну даже, вот говорят, как там в малом театре, надо играть так, чтобы иголочку нельзя было просунуть между образами и этим человеком, актёром. Вот это было просто на редкость удивительное вживание в том характере, которую она исполнила. Она была на сцене в течение полутора часов. Она не сходила на сцену. И было просто удивительно, как можно после этого ещё двигаться. Вот такая была отдача. Сейчас от него прониз нет. К сожалению, нет. Ну и, конечно, спектакль был удивительным и изяществом. Легенд принёс пьесу, в которой было 40 человек, и Борис Щегрин слегил, этот спектакль, в котором был занят 8 человек. И все роли были удачные. Все были по делу. Это был такой шевер. Я помню, мы играли в фоне, и приходилось спускаться по лесенке, чтобы выйти на эту эстраку, которая была построена посередине, там, среди этих клумб и цветов. И люди сидели так, чтобы приходилось идти очень осторожно, чтобы не наступить. Москва ломилась на этот спектакль. Я хочу сказать, что он прошёл 572 раза. 572 раза, и она выходила, как на потух. Она никогда не играла в полсилы. Она играла до остатка, до изнеможения. Вот такой гимн, этический, как вообще актёр должен существовать, и как он должен себя не жалеть. И тогда публика будет его любить по-настоящему, а не так формально хлопать в ладоши, как иногда у нас теперь бывает натягивая. И человеческий у меня удивительное ощущение от её порядочности, такта, чистоты, способности отстаивать свою правду, способностью быть честным и в искусстве, и в жизни. Конечно, я ещё мог много сказать, но нет, нет, тяжело. Тяжело, что потеряли такую актрису. Конечно, она могла бы больше сыграть, ну вот, как всегда у нас бывает, что бриллиант остаётся не востребован. Прости, милючка. Прости. Прощай. Прощай, дорогая. Мне досталось большое счастье учиться Юрия Александровича Терлацкого в его последний курс в студии. И я думаю, что я взрослала театр Миш, родного имени театра Муставета, в его самым звером, самым потрясающим виде. И скажу честно, вот сейчас я не так сильно говорил о том, что спектакль Эдит Пиаф потрясал. Да. Вот на уровне Дальше Тишины, Царской Охоты, еще Эдит Пиаф. Эдит Пиаф это что-то пронзительное, невероятное. Вы знаете, я помню, после спектакля он шел в фольер, конферс-сеномышлен в первом часу, когда еще люди боялись, начали по улицам, и хотелось куда-то бежать. Все в слезах мы хотели куда-то бежать, с кем-то говорить, кому-то это рассказывать. И крутились эти мелодии. И была в центре была вот эта удивительная женщина с огромными глазами зелеными и этим совершенно невероятным голосом. Потрясающим. Я вот сегодня все наше как-то даже не спалюсь, я все наше думала о том, что что такое именно вам как актриса. Знаете, хороших актеров у них так много. Великих артистов еще меньше. А вот актеров, которым хочется поклоняться актрисам, ну, наверное, знаете, вот эту Ермолову, Комиссаршировскую, вот Нина Ивановна Дружба была на этом уровне актрисы, потому что хотелось ей поклоняться. А почему? Не только за ее совершенно какого-то удивительного отношения к театру, к профессии, а к какому-то, знаете, она летела на землю. Правда, она в быту казалась, что вы для ее не существует. По крайней мере, я так это видела. Я даже с ней была как-то на гастролях вместе, даже о чем-то личном разговаривали. И все такое. И все равно я понимала, что это не имеет значения. Она где-то выше. Она куда-то вот туда идет легкими столбами. И поэтому это, конечно, всегда потрясало, потому что она была, вы говорили, в ее честности творческой, удивительной честности. И очень высокий настрой души. Всегда вне разговоров, вне обсуждений, вне осуждений всегда стояла именно с ее трудной судьбой, с ее очень хорошим здоровьем. Все это преодолевалось. Вот театр, он как бы побеждал все. При этом она была прекрасной мицарем. Прекрасной. Любил своих детей. Вот. И много для нее сделал. Поэтому, знаете, можно ли прожить жизнь лучше? Не знаю, может быть, нет. Спасибо листов. Телеграмма от Союза кинематографистов Российской Федерации с подписью Сергей Петрович Никоненко, Александр Каляев, Союз театральных деятелей Российской Федерации, Центральный Дом Актеров имени Яблочки и правительственная телеграмма. Возвольте, я одну из них прочту. Перескорбной новостью стал уход из жизни народной артистки Российской Федерации, старейшая актриса театра именемо совета имени Ивана Дромышева. Эталон грации и взящества. Ее образы на театральной сцене захватывали зрители своей творческой выразительностью. Преданность измельнему делу и театру именемо совета заслуживают глубокого уважения и признания. Несомненно, Нина Ивановна оставила яркий след в сердцах многих ее профессионализм. Служит ярким примером молодому поколению артистов. Это невосполнимый тракт для всех. Прошу видать родным и близким именаме искреннее соболезнование. Светлая память министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова. К сожалению, мы не живем на этой земле вечно. Все когда-нибудь заканчивается мы уходим и на самом деле мне кажется не важно сколько продолжается а важно как. Нина Ивановна это такая яркая удивительная неповторимая звезда актриса индивидуальности которая никого мне кажется вот при соприкосновении с ней не оставляла равнодушным она всегда оставляла свет в душе в голове в сердце всегда. Понятно что те роли которые она сыграла и пиаф и чистое небо и другие фильмы понятное дело что это уже наш золотой фонд это навсегда и огромное количество поколений будет смотреть наслаждаться этим явлением этим талантом я могу сказать что я например когда увидела пиаф еще будущей школьницы это конечно такое потрясение было невероятное и вот Лёня Евтиф абсолютно правильно сказала совершенно фантастическое впечатление что женщина которая не похожа на пиаф она не пела голос пиаф звучал за кадром но было полное ощущение что на сцене идёт пиаф то есть настолько Нина Ивановна вжилась я не знаю в этого человека душа что она просто слилась с этих пиаф и эти глаза наполнены каким-то трагизмом эти руки у неё совершенно невероятные руки по своей выразительности были и было полное ощущение что ты наблюдаешь жизнь пиаф а когда я пришла в театр после института одна из первых ролей мне довелось сыграть спектакль который назывался кин кин или гений безбудства с Геннадием Бортников одну из главных ролей и когда речь зашла о костюмах мне принесли платье удивительное какое-то красотное платье я даже не знаю вообще это какое-то не мой кином вверх а вот оно было все сверкающееся переливающееся расшитое стеклярусами какого-то удивительного тонкого совершенного силуэта и предложили вот такое платье и когда я его одела мне сказали ты знаешь что это платье это платье Нина Ивановна Дрошева она в нем играла в какие-то там спектакли ранее и я конечно была просто потрясена что вот мне молодой артистке вот такой подарок театр сделал и вообще Нина Ивановна и костюмы это отдельная история потому что она конечно я даже не знаю это даже не модно это какой-то внутренний стиль который она сама диктовала в своей внешности и в костюмах персонажей которые она играла и это ну не знаю у меня например было просто физическое наслаждение одевать это платье осознавать что это платье дрожь выходить на сцену и понимать что в общем частичка этой энергии помогает тебе тут что-то делать еще одно очень яркое впечатление у меня было Нины Ивановны у нас был спектакль «Чайка» который поставил Геннадий Тростенецкий и она играла Рукатину вот здесь вот на этой сцене Тригорина играл артист Сергеев такой у нас был и Нина Ивановна маленькая очень хрупкая худенькая и Сергей такой вот большой стат и такой артист и я поймала себя на щеке вот сидя здесь в этом зале что я не могу вообще понять что происходит вот такая маленькая женщина заполняла собой всю огромную сцену которая становилась маленькой и это было очень странно потому что ну обычно принято считать что фактура имеет значение вот в данном случае она не имела никакого значения то есть настолько огромная сильная выразительная была энергетика что она оказалась больше всех в этой роли и она не летала просто как фурия и Сергеев оказался просто надвигло ниже несмотря на то что он был достаточно высокий артист вот такая вот энергия такой талант не знаю такая жизнь в которой человек проживал на сцене вот создавал такие фантастические чудеса одна из последних ее работ это была Фрау Шмидт спектакль морского путешествия 1933 года и я увидела как индивидуальность артистки уникальная неповторимая влияет на создание образа вот участие этой артистки сделало так что режиссер переписал образ он придумал сцены он придумал монологи он включил какие-то стихи которые принесла Дина Ивановна и все перевернуло в сток на голову потому что эта артистка диктовала вот именно такое решение этой роли и все было сделано ради ее потому что так надо было потому что так жизнь такая энергия жизни диктовала что это нужно выражать именно так благодаря тому что это делала Нина Ивановна ну и конечно когда она появилась на сцене на премьере мы все охнули от костюмов в которых она пришла мы их не видели на репетициях это делало все в тайне судя по всему она их сама придумала с дизайнерами и это было конечно феерия вообще всегда когда она появлялась где бы то ни было ее внешний вид ошеломлял это было всегда что-то невероятно красивое стильное очень неподходящее то что невозможно было не заметить вот такой вот уникальный свет уникальная жизнь и такое счастье что удается соприкоснуться с такими людьми подблюдать за ними подпитаться от них научиться от них спасибо что Нина Ивановна за такую возможность мне повезло репетировать и играть со мной нормально а когда я решил стать актером они сказали ты куда лезешь там в общем порой тебе выходи страшно там очень вот и трудные жизни у актеров когда ты и потом я вот учился нам говорили конфликты конфликты еще конфликты конфликты в пьесах материале и тут произошло такое что мы встретились с пьесой Юджина Анила я зашел в аудиторию и вот Ирина только что говорила я увидел изящную тонкую улыбающуюся небольшого роста Нину Ивановну которая должна была играть нашу маму а я так обрадовался этой пьесе потому что там конфликты там столько ненависти злоба поэтому вот сейчас мы сейчас мы разгуляемся и тут я подумал когда увидел Нину Ивановну как же она с нами справится мы увидели еще Бину и про Сергееву тоже говорили это же ну как теперь и я подумал я ее буду защищать и пошел готовиться значит ненавидеть всех раздирать копил в себе ненависть и ненавидеть нарывы эти речь как про семью в пьесе семья и все сейчас мы и каждую репетицию я понимал что вот сейчас она должна крикнуть сейчас она должна замахнуться ну там написано так она она убирается она сейчас должна вроде так наотбашь Сергееву нацепить нет она так аккуратно что-то руками или изящные руки что-то руками и вставали и тут я столкнулся с тем что к концу репетиции я понял что все эти слова ненависть злоб и все остальное вот плохие слова они куда-то будут учиться появились новые намного сильнее прощение поддержка любовь и мы выпускали спектакль под названием долгое путешествие в ночь а по-моему выпустили долгое путешествие в свет у меня недавно актриса одна спросила на сегодняшней площадке а кто там Леша изменил ты например ты репетируешь где-то что-то делаешь изменил твое сознание я как-то не смог ей сразу ответить сейчас я понимаю что это сделало не наивально так в процессе да не трудно у нас у всех судьба не то что у артистов для всех людей просто мы очень нуждаемся в любви которую Нина Ивановна нам давала многое спасибо вам большое за то что поверили за то что поддерживали за то что верили с нами люблю вас спасибо прощай Прекрасная актриса, прекрасный человек Прекрасная мама и прекрасная бабушка Твоя жизнь была подвигом Ты всегда упорял своим обаянием и высоким профессионализмом Моим искренним всеколезным, твоим родным и близким Высокий в Тебе небес, и светлый твой путь к Господу Прости и прощай, Валентина Талузова Знаете, мне сказать про Нину Павловну, придя с ней проститься, было бы очень нечестно Потому что она была уникальной честностью человека Она очень любила нас, молодых артистов Она к нам относилась очень интересно, очень серьезно Она была очень требовательна в профессии к себе К режиссеру, к художникам, художникам по костюмам Ко всему, что связано с этим великим вскоре театром Она была гениальная театральная, удивительно тонкая, красивая женщина Она учила многому При ней было страшно, что-то не доделывать, не дотягивать Очень хотелось как-то потянуть сайт в этой маленькой, на первый взгляд хрупкой, но с невероятных сил, женщиной И невероятно красивой, мы от нее многому учились Мне удалось с ней сыграть спектакль Кей Коук, в котором она играла главную роль Она была уникальна, это была сцена под крышей Там было столько сделано И в танце она вкладывала в это и душу, и в костюмы В моей жизни был эпизод, когда она очень серьезно за меня заступилась в жизни Это было очень серьезно, казалось бы, что за молодую актрису она это сделала Это было очень красиво, она нам многому помогала Она очень поддерживала И когда она любила, она любила по-настоящему Когда она ценила, она ценила по-настоящему Она всегда улыбалась, всегда непревзойденная С сигаретой, с этими потрясающими одеждами, прической Вот такие уникальные люди сцены, которые показали вам, какая важна профессия Как в ней надо существовать, как ее надо любить, каким быть честным И что бы ни происходило в жизни Верить до конца, быть такой, как сегодня она красивая Спасибо вам, я добавляю Лена Дробышева для меня Извините Для меня Вала в этом театре как мотив, я могу это сказать Лена сидит в зале, она знает всю мою историю, когда я пришла в театр Первая моя роль и премьера была «Мать Иисуса» Я играю с Ниной Ивановной, Ниной Ивановной, конечно, «Мать Иисуса» и умирает моя мама В этот год, это в 88-е Нина Ивановна, я даже не знаю, как это назвать Она приняла меня как-то, ну не знаю, могу это сказать Она не просто меня любила, она меня берегла, помогала, охраняла, говорила, что надо делать Куда надо идти, сделай здесь ошибки Она очень много мне лично, мне дала Потому что я и ошибку много совершила И даже не говоря о том, что я так переживала смерть мамы, что я Эта история, которую никто не знает, она в двух словах заключается Я готова была лечь психбольницу, потому что я не знала, как дальше жить И Нина Ивановна приехала в эту больницу и сказала, моя девочка, не будешь здесь лежать Меня просто перевели в неврологию, где в больнице СГД В этот момент Петр Наумович Манев, Петр Наумович Манев, Петр Наумович Манев, все там отдыхали Месяц я лежала, вышла и увидела мир и стала дальше жить Я все время думаю, кто в 88-м году был 22 года, а если бы она этого не сделала, что бы было с ней Я не знаю Всегда общалась и часто разговаривала, может быть, месяц назад 21 июля умерла моя мама И в этом году было 35 лет Я знала Нина Ивановна, потому что она родилась 21 июля, так совпало День смерти моей мамы и день рождения Нины Ивановны Я хотела ее поздравить, но уже не успела Это я на ее юбилей подарила ей портрет и написала там стихи И на юбилей привезла, вот Леночка сегодня привезла Он висел у нее на стене в рамке И Лена Спасибо, Лена Они филиют и есть на фунзенской Вот они вынули из рамки, чтобы я прочитала Это юбилей Был ее и написано Любимой моей актрисе Женщина и человек Потому что это Маяковский Как Человек Ну что такое шутно Женщина По Маяковскому Как нати Маленькая и сильная Нежная Непреклонная Актриса С талантом Сто крат Путь За который Выложен Мраморными шипами Колено Преклоненок С розами В их лепестках Купалась Даривших Поражалась Нисходила Любила Плакно И смеялась Приходила И уходила Но одна такая Ни с кем не перепутаешь Голос только Уже завораживая Передини душу Писать-то о ней Дружь Держать в напряжении Весь мир Способно И потом Выпустить из рук Если разочаровалась И не сожалеть никогда Не думая Что удобно Что выгодно Что не больно Чтоб сердце сжалось Чтоб билось Чтоб с этой мощью И мудростью Силуэту На сцену выплеснуть И тихо потом В показаниях Путаться Что это их фронт Или сию Минутность Наверное Все такие Великие И я буду Потом Одна Которой Из Которой Счастья и неба Всем В пику С вами Выходить Из-за них Кулис Прощай Спасибо Спасибо Сейчас Нина И Лишний раз Убедиться В том Что мы В наше время Бегущие Стремящиеся Куда-то Вверх Иногда Нужим Установиться Увидеть Услышать Почувствовать С этим Букет Букет Красивой Букет Красивого Раз Или Чем-то ГRo Раз но что же касается Близки Родственник Сос� только настоящая светлая энергия, потому что твои родные должны одарить тебе эмоции, тем самым возвращая тебе силы, что были потрачены на сцене и направлены в зал просильного апа. Нина Ивановна, все мы ее звали в семье, она воспитала семью, дочерей, внуков, таким же напором сила и энергии отдавалась этому максимально, а взамен просила лишь улыбку или обнять. Для меня открыл мир литературы, занимался со мной русским, это было достаточно сложно и интересно. То есть это было с таким твердым напором, но выходило так, что я мог практически не учиться, а потом, меньше чем за неделю, я готовился к всем экзаменам из глава Ф. Петерыча. То же самое она помогла подставить мне речь и весла о моем развитии в ровной даре. Мне очень нравилось встречать нам за кулисами, смотреть, как около гример, не сняв с себя наряд и не отойдя еще от роли, я плавно переходила в мир хлопоты и домашний уюта. Все мы любили Нина Ивановну по-своему и одинаково сильно, она любила нас точно так же, как для нас она была бабушка. Но выходя на сцену мы забывали про это и мы очень редко называли ее бабушкой, мы звали ее Нана. Легчай. Легчай. Физические силы подвели, в том числе и желание вернуться на сцену. Дух мамы не шагнулась ни разу на моей памяти и всех остальных простых. Глаза горели надеждой, желание вернуться снова в мир, а не быть прикованной кровати. Боролась до последнего, сохраняя перед мудрой. Спи спокойно, любит мудрой. Здравствуйте, Филипп. Буквально пару слов. Сильно время занимать не буду. Вы сказали камертон, который задавал определенную планку. Такая же камертон у нас была и в семье. Для меня бабушка, она была действительно такой птицей. Она очень высоко летала и всю жизнь мы на нее смотрели снизу. Очень хотелось как-то к ней приблизиться. Иногда это получалось. Иногда мы с ней говорили на одном языке. Это, вы знаете, это вот то, что происходило здесь на сцене и происходило в жизни. И у меня с ней это такая очень сильная, мощная, феноменальная и глубокая красота жизни. Красота души. И вот на волне этой красоты и мы строили нашу связь. И эта связь для меня была очень особенной. И действительно моя бабушка это феномен. Это настоящий феномен, который со всеми с нами случился. И я бы хотел, чтобы и она бы хотела, и я ее сейчас слышу, и она с нами, она хочет, чтобы все этому порадовались, улыбнулись. И сейчас наступает время на звуки. Я знаю, что, возможно, это не принято так, но бабушка проживала такую жизнь, где часто вела себя так, как не принято. Поэтому именно такой она была. Поэтому, если вам не сложно, давайте мы проводим ее, потому что сегодня последний выход на сцену. Мы все вместе проводим ее аплодисментами. Ей будет очень приятно. Спасибо. Наночка, я тебя люблю. Аплодисменты будут звучать еще и фоэр. Мы просим оставить самых близких и родных угроба. А мы встретимся сейчас с громым аплодисментом фоэр. Аплодисменты. 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 Спасибо. 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 Спасибо.